Продолжение следует... ...что бремя военной поддержки Украины придется взять на себя Европе. ...действующий вице-президент напротив выразила твердую поддержку Украине. Камала Харрис подчеркивает, что хочет сохранить европейскую архитектуру безопасности. Но и от нее политологи ожидают, по крайней мере, сокращения помощи. Я считаю, что, даже если Харрис выиграет избежание, она будет сказать европейской архитектуру, что это ваша проблема в конце. И вы должны отмечать повреждение, что милитарно поддерживая Украину. Но я считаю, что Харрис оставит нас время. Она будет делать так. Европейскому Союзу по этим причинам придется пересматривать свои приоритеты и стратегию в отношении Украины. Возможно, целиком, поскольку и внутри ЕС раздаются голоса скептиков. Вопрос в том, что в конце наша стратегия. И последний Европейский Союз сказал, что мы поддержим Украину для того, как это придется, так и интенсивно, как это придется, до того, чтобы избежать всех своих территорий. Но наши милитарные и политические лидеры действительно верят в это? Если так, они должны дать много больше армей и аммунитет. Но если они не верят в это, то они должны решить, что их вторая лучшая опция, или меньше плохая альтернатива, но одна альтернатива, которая способна. В руководстве ЕС уже не раз заявляли о том, что в области обороны и безопасности континенту следует больше полагаться на собственные силы. Похоже, выборы в США, каков бы ни был их исход, подтвердят правильность такого курса. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...